Здравствуйте, мои дорогие! С вами опять Роман Головин и сегодня я рассказываю о вреде мяса. Я уже рассказывал о вреде мяса, но сегодня я хотел более обширно рассказать. И эта лекция очень серьезная информация. Максимально все, что смог, собрал воедино. Естественно, постараюсь не вдаваться в очень глубокие подробности. Вам просто это не нужно. Мы же не ученые. Расскажу то, что на сегодняшний день известно. От врачей, от мира науки и от себя, конечно. Я питался и как мясоед в этой жизни, всеед, и как веган, вегетарианец, сыроед, и фрукторианец. Так что я могу сказать точно, как мой организм себя чувствовал на таком питании, на другом питании. Итак, мясо – это зависимость. То есть вы должны понимать, что я тоже в детстве очень ел много мяса. И всем своим друзьям и знакомым я рассказываю, которым вот и знаешь, мне так тяжело перейти на этот тип питания. Я говорю, ребят, это не отговорка. Я просто фанатом был мяса. Я каждый день его ел, сосиски. Хотя в советское время это настоящее мясо было. И все мясо и курица не шпиговались в таком количестве гормонами и не кормились специальными непонятными добавками, которые реально и вес поднимают, и рак более быстро вызывают. И воспаление общее в организме происходит. Поэтому даже сравнивать нельзя было. Но просто реально вызывает зависимость и привыкание, как наркотик. Все вы уже знаете, кто пытался бросить мясо. Очень сложно и тяжело. Потому что в обществе вот эта психологическая зависимость, она вот витает, что типа вот ты не ешь, ты не настоящий мужик, например, не будет потенции там. Женщина забеременеть не сможет, что вмясть все незаменимые аминокислоты и так далее. Это все мифы. Еще конкретные мифы. Причем сегодня на Земле нужно срочно сокращать население Земли. Все с этим согласны, но не такими методами. И вот сейчас как раз пытаются внедрить, что везде должно быть мясо, молочные изделия, чтобы белков животных побольше было, обязательно это пропагандируется. На самом деле все ученые мира уже признали, что это вредно. И мясо, и молочные продукты. И даже глютен, который содержится в различной пище, тоже вреден для организма человека. Дальше. В мясе есть паразиты. Все вы это прекрасно знаете. Любая животная пища, ее убивают, животное убивает, оно какое-то время где-то находится. Это же разлагается все. Чтобы это не разлагалось, максимально хранят в холодильнике, потом запихивают в морозильник там и так далее. Животное, которое убивают, оно наполнено страхом, оно передает вам эту негативную энергию. Да, это уже некоторым непонятно, люди на это не верят, некоторые понимают. Но если вы внимательно присмотреться, то такое тоже присутствует. То есть негативная энергия передается человеку. А паразитов очень много и паразитов очень сложно вывести. Люди, которые употребляют большое количество мяса и очень часто его употребляют, у них очень много глистов, всяких паразитов и грибков в кишечнике, в организме. Поэтому нужно это понимать. Люди, которые отказываются от мяса, у них количество паразитов и грибков уменьшается. Люди, которые отказываются от мясной пищи, животной пищи, у них еще меньше появляется в организме бактерий, ненужных паразитов и грибков и так далее. Опять же, сразу хочу оговориться, даже если люди говорят, вот я там живу в горах, или там сам езжу на охоту, там стреляю. Да, конечно, мясо совсем другого качества, но это все равно есть нельзя. Ни мясо, ни молоко – это не человеческое питание. Далее. При термической обработке мяса и молочных продуктов, когда уже вкупы просто сюда засуну, хотя у них про молоко отдельные лекции есть, просто не все смотрели, уничтожаются, белки разрушаются под температурой, витамины разрушаются большинство. При жарке в мясе образуется очень много канцерогенных веществ, которые очень плохо влияют на организм человека. Вот смотрите, мы выходим на поляну, смотрим, стоит корова или какое-то животное. У нас есть желание побежать за ним и вцепиться в шкуру этого животного? Нет. Во-первых, у нас таких зубов нет, мы его не догоним. И нет желания грызть эту шкуру, есть сырое мясо. Второе, ладно, убили животное, дают вам сырое мясо. Оно жуется, оно не жуется, у человека нет таких зубов. Третье. Человеку нужно приготовить пищу, то есть на огне. Взять инструменты, чтобы его разрезать. Но все равно не будет жеваться это приготовленное мясо. Просто если оно вот так жевать, оно не будет жеваться. То есть это сложно сделать. Его надо разрезать, а потом только съесть. Без соли и специй будете мясо есть? Не будете, оно вообще невкусно, отвратительно. Человек не может это есть. Хорошо добавили какие-то специи, соусы. Вот видите, чтобы съесть мясо, придумана куча всяких причиндалов, которые нужно использовать, чтобы это мясо пошло в организм. Немножко забегу вперед. В арабских странах были такие пытки. Две недели давали мясо, только мясо с утра до вечера, несколько раз в день, и человек умирал просто. Если вам будут давать любые фрукты и овощи каждый день, одно и то же, вы их никогда не умрете от этого. Просто через какое-то время, через несколько лет, у вас будут проблемы со здоровьем. Просто недостаток. Будет энергия определенная, и недостаток витаминов и ферментов будет в организме человека. А мясо, оно реально убивает просто. У вас просто остановится кишечник, и человек просто умирает. Это о чем-то говорит, можно задуматься даже. Мясо – это выгодный бизнес. То есть, крупные корпорации никогда не откажутся от заработка. Они никогда не откажутся от молочки. Это реально крупный, серьезный, большой бизнес. И они будут везде заказывать статьи медицинские, что это круто, давайте ешьте, что наши предки ели. Наши предки не ели. У них не было такое количество скотинок в деревнях, чтобы они могли ее каждый день есть. Все равно преобладала пища растительного происхождения. Да, может быть, кто-то ел мясо и так далее, но они не ели каждый день и каждую неделю. Это был как деликатес. Это елось редко. Даже история вам об этом говорит. Это все фантазия. А те, кто придерживаются теории Дарвина, что человек произошел от обезьяны, и он на четвереньках появился, человек не появился на четвереньках. Сразу такой был. Многие ученые сейчас это доказывают. Никакого теории Дарвина не было. Это несостоятельность. И опять очередной вброс в мозг людей. Человек не мог эволюционировать. Какой вот так, какой сейчас есть, такой сразу и появился. Такого создали создатели. Естественно, при нарушении экологии и при развитии химической пищевой промышленности сейчас в мясо добавляют, просто вот сейчас начнешь говорить, волосы просто будут сами шевелиться и стоять торчком. Различные гормоны, химические добавки, канцерогенные добавки, чтобы животное не болело, куча антибиотиков и так далее. Многие скажут, да вы знаете, да фрукты, овощи тоже. Фрукты, овощи хоть и тоже, но организм успевает очиститься от этих токсинов и шлаков, потому что это естественная пища для организма человека. А когда мы едим неестественную пищу для организма человека, то вот эти шлаки и добавки еще сложно вывести из организма. Практически нереально. Они накапливаются, накапливаются, что у человека образуется куча различных заболеваний. Проблемы с пищеварением, желудочно-кишечным трактом, артриты всякие, артрозы, повышение артериального давления, сердечно-сосудистые заболевания, миокард может быть, инсульты постепенно могут возникать. В связи с чем? Потому что повышается внутри сосудов, да скопление различных бляшек от холестериновых, кровь сгущается, организм не успевает очищаться, различные шлаки, токсины, условно их будем называть, потому что некоторые врачи не понимают, что такое шлаки, токсины. Я просто для понимания, да, буду условно называть, вот эти шлаки и токсины, они откладываются в мышцы, вот, в тех зонах, где меньше всего опасно, потом, когда эти зоны в организме заканчиваются, и уже в крови начинают откладываться, в мозге, в крови, в суставах, в других органах и так далее. То есть все жидкости в организме, они становятся, ну, другие по составу, да, естественно, организм у человека тяжело. Если вы еще заметили, когда вот вы употребляете мясо, вот вы приготовили, вы съели там, бамс, и вот вам все время хочется спать, а после растительной пищи такого практически нет, или в минимальном количестве, то есть организм, он по-другому работает, особенно, когда человек длительное время не ест, вот, мясные продукты, молочные продукты, то человек уже это почувствовать разницу уже может. То есть не надо ходить к врачам, к специалистам, чтобы это реально почувствовать. Это все можно почувствовать на себе, вообще без проблем. Единственное, что нельзя сразу резко от всего отказываться, во-первых, это психологические проблемы, это фактор отказа, что может потом обратно привести к каким-то большим проблемам, вот, и еще больше будете есть, и больше толстеть будете, и так далее. Какие еще заболевания бывают, да, во-первых, я не сказал, что это рак, то есть это вызывает раковые заболевания. Ко мне очень много на консультацию обращаются различных людей, у которых есть проблемы со здоровьем, и вот эти проблемы со здоровьем, они, как раз таки, вот, большого потребления животной пищи, то есть это я очень длительно наблюдаю, и поесть и пациенты, и клиенты с раком, которые как раз таки имеют причины, приобретенные, и таких мы пациентов, клиентов ведем, рассматриваем. Рассеянный склероз, да, плохая память становится у людей, чем больше белка, тем хуже память. Когда я занимался усиленно спортом, как бы, да, было длительно временное сыроедение, многие спортсмены, которые едят очень много мяса и молочки, у них рутся связки, мышцы очень сильно, они ломаются кости, они хрупкие становятся, потому что, когда человек много этих продуктов есть, да, белок, здорово, клево, там массу набирается, это, понимаете, как шлак такой, да, как мусор, те мышцы растут, набирают этот мусор, да, и организм человека, он увеличивается в мышцах. Есть спортсмены, которые используют вегетарианское питание, у них прекрасное, идеальное тело, но, естественно, когда человек прямо хочет просто зомби быть, конечно, без мяса нельзя, но, опять же, для организма это очень плохо, и облысение быстрее происходит, да, и от вас очень будет плохо пахнуть, вот это, вот кто очень много мяса ест, причем и специи очень много, очень плохо пахнет от человека, и от кала, и от мочи, и от пота, как бы, да, вообще запах противный, да, от человека, вот, человек, который пытается, хорошим растительным питанием, никаких проблем не будет, то есть, вот это все уходит, это особенно важно для тех людей, от которых самих по себе плохо пахнет, очень сильно, то есть, это тоже и есть аргумент, отказаться в пользу, как раз, вегетарианского питания, многие люди, да, их научили так, что вот я охотник, там, я добытчик, я мужчина, опять же, все это вранье, как бы, да, никто никогда ни за кем не охотился, в природе, потому что фрукты овощи, они везде растут, те же грибы, пошел, собрал, набрал, еще немножко забегу вперед, что полностью мясом могут грибы заменить, это тоже очень важный момент, чтобы вы знали, и надо тоже набирать определенные знания, потому что знания не сразу приходят, и ни один врач вам это не расскажет, сам работал в системе здравоохранения, медицины много лет, прекрасно понимая, как защищаются диссертации, все подгоняется, даже Всемирная организация здравоохранения, да, признала, что там молоко, там, это вредно, там, да, и даже на Первом канале, там, известная передача, там, Елена Малышева была, здоровье, тоже они говорили, что это вред, и так далее, многие уже сейчас говорят о красном мясе, что это вредно, но что, это же надо начинать, на самом деле, все мясо есть нельзя, как бы, да, максимум, кто питается животной пищей, это рыба и яйца, более-менее, можно оставить, проводились длительные наблюдения, индийскими врачами, проводились исследования, длительные, американскими врачами, и есть такой фактор роста и ФР1, вот считается, что вот этот фактор, он очень вреден для организма человека, он воспаление вызывает, то есть клетки воспаляются, есть несколько веществ, которые реально очень вредны, это мясо, молоко, большое количество соли, сахар, то есть в природе же нет кучи сахара, потому что вы пришли и вы съели, то есть человек, когда это все делает, вот, специально искусственным путем получает, из чего-то экстракт делает, да, то в таком количестве это очень все вредно, поэтому это настолько сильно зашло в нашу жизнь, что мы без него даже себя не понимаем, как существовать можно. Также в мясе содержится гликоль нейроминовая кислота, которая очень сильно также может привести к раку. Это вот конкретные вещи, о которых я говорю, как бы, да, что реально вызывает. Орхидиновая кислота также вызывает воспаление, а то скажется, что я голословно все говорю, говорю, да, это исследование, пожалуйста, можете посмотреть в интернете, есть статьи, кстати, Иисус Христос не ел мяса, Мухаммед не ел мяса, вот, Будда также не ел мяса, есть источники, где это говорят, вот, также, когда вы начинаете использовать большое количество мяса в своем рационном питании, тогда у человека просто недостаток энергии становится. Если вы заметили, многие спортсмены, там, предтреники пьют, так называемые, чтобы стимулироваться перед тренировкой, особенно те, кто очень много мяса, мясо, оно тяжелое, как бы у него тяжелая энергия и человеку очень сложно на таком топливе работать. Организм человека, на самом деле, ну, он в основном только энергию понимает, он не понимает, что витамины, ферменты какие-то там, вот, минералы, коферменты, каждая пища имеет свою энергию, а мы и есть энергия. То есть, это вот вопрос очень важен для понимания. Мясо, когда попадает в организм человека, оно помимо того, что само по себе разлагает, как бы, да, этот труп, можно сказать, да, люди, трупоеды. И вот, когда человек это ест, у него переваривается, во-первых, мясо где-то 5 дней в организме, задерживается и выходит полностью. Оно отравляет организм, человеку не нужно такое количество белка. Это еще очередной миф, обман вообще всего человечества. Я был на жестком фрукторианстве 8 месяцев своей жизни, вот, жил в тех условиях, когда просто солнце, вода и фрукты. Я себя чувствовал, ну, в принципе, нормально, да, замечательно. Единственное, что-то так же очень резко перешел, потому что не было знаний. Был стимул быстрее перейти на это питание и так далее. Тоже эксперименты там делал с духовным развитием. Так вот, ощущение просто легкости, да, шарика воздушного. Вот мясо, оно, конечно, очень сильно отравляет, оттяжеляет организм. Когда в организм человека поступает много белковой пищи, то там могильщики так называемые разморожаются в кишечнике, в бактерии, как на кладбище, когда трупы закапывают, они гниют, и те же самые микроорганизмы, микрофлора присутствуют в организме человека, да, и вот она разлагает это все, и причем они ничего не дают практически человеку, эти микроорганизмы. А когда человек питается вегетарианская пища, да, микроорганизмы симбиотные, они могут и витамины давать, и какие-то белки, если надо, и ферменты вырабатывать, уже давно доказали, что кишечник это отдельный орган в организме со своим мозгом, с нервной системой и так далее. То есть он функционирует автоматически, независимо от головного мозга. И там живут очень много микробов, там до двух, до двух с половиной килограмм, и вот эти микробы, они потребляют клетчатку, растительную пищу в основном. А когда поступают в организме, не знаю, мясная пища, они в аппендиксе прячутся, он закрывается, многие до сих пор не знают, для чего аппендикс нужен. И таким образом начинают размножаться вот эти могильщики, так называемые, да. Хотел еще немножко рассказать, специально выписал, как бы, да, для тех людей, которые кричат до сих пор, что нету растительной пищи незаменимых, аминокислот. Во-первых, есть каши, такая кинова, кинова, там все незаменимые аминокислоты присутствуют. Например, это аминокислота аргинин находится в тыкве, там, да, зернах кунжута, арахиса. В сои и в арахисе имеется гистидин, он же есть и в чечевице. То есть в бобовых, в орехах, считайте, да, в зелени большинство незаменимых аминокислот. Валин содержится также в арахисе, соевых продуктов, грибах. Изолицин можно найти в орехах, миндаль, кешью, чечевицы и нуте. Лизин есть в амаранте и в орехах. Бурый рис, орехи, чечевицы, семена злаков содержат лицин. Во всех бобовых есть метионин и трианин. Триптофан можно найти в бананах, зернах овса, кунжуте, арахиса, аминокислотой, фениноланин, обогащена соя. Но опять же есть еще амаран, другие виды растений. Я просто вам зачитал, чтобы было понятно, не голословно, что я что-то рассказывал. И таких вещей сейчас все больше и больше появляется. Я конечно не призываю всех вас быть веганами, вы скажете, что он там сумасшедший какой-то, еще что-то. Не все люди могут быть веганами. Но опять же мясо и молочко лучше постепенно исключитесь в свое рационное питание и оставить яйца там допустим какие-то хлебобулочные качественные продукты. Те, кто еще не может быть веганом в этой жизни. Яйца, рыбу, хорошее тоже качество. Уже домашнего там качества по возможности выращено в дикой природе рыбы и так далее. И такой аспект экологический, когда ради того, чтобы вырастить животных, вырастить это мясо, вырубается деревья, осушаются болота какие-то, убираются яблоневые сады, вырубаются какие-то плодовые деревья, чтобы построить фермы эти большие магнаты мясные и молочные. Они заинтересованы в этом. Сколько коровы выделяет углекислого газа, отходов, сколько персонала надо содержать, убирать. То есть вот это мясо должно быть золотым, но почему-то это мясо не золотое. И стоит оно зачастую так же, как и фрукты и овощи, а то и меньше. То есть специально как будто нас отравят, чтобы мясо было конкурентно с фруктами и овощами. На самом деле если вы посадили плодовых кучи деревьев, это гораздо дешевле было, и вкуснее, и ароматнее, и организм лучше чувства. Вот человек, когда много белковой пищи ест, он постоянно ходит к врачам, часто болеет, у него иммунная система плохо работает. Если кровь посмотреть под микроскопом, она все время воспалена, там много лейкоцитов, лимфоцитов есть. И вот это все вкупе, если все эти исследования проводить, вот доктор Кэмпбелл, он проводил 40 лет эти исследования при Американской Ассоциации специально биологических исследований. Вы можете в интернете посмотреть, и повторил опыт индийских ученых о вреде мяса. Кстати, в Индии самое большое количество вегетарианцев, кто не знал. И эти исследования четко показали. И на мышах, и на других видов животных, насколько часто они болели раком. И эксперименты на людях, которые обследования бывают различных, их очень много на земле этих обследований, которые доказывают, что большое количество белковой пищи реально вызывает проблемы. Я очень много лет питался вообще без белка, практически только сырую пищу вегетарианскую, и практически ничего больше не ел. Ходил в зал по 3-4 часа в день, весил 100 килограмм, никаких проблем, я вообще не испытывал. Я от природы просто такой плотный всегда был, что бы я не ел, все равно плотный. Есть люди худые, есть нормальные, у меня всегда избыточный вес был, поэтому может быть это плюс для меня был, мне легче было на себя в зеркало смотреть, не было такой истерики, как некоторые переходят, о, бам, 50 килограмм. У людей истерика, слишком много потерял массы, надо обратно переходить, и все это связывается с потерей белковой пищи животной. Опять же, надо медленно переходить, опять же, вы всегда в доступе, я в доступе, обращайтесь на консультации, вот если кто-то хочет узнать, как переходить, что есть, что не есть, там и так далее, столько видео на канале, не всегда есть возможность смотреть, вникать, понимать и так далее, для этого существуют специалисты в каждой области, вот пожалуйста, обращайтесь и на платную консультацию все это разберем. И вот эти исследования, они к чему пришли, что если больше 10% животного белка в организме, все начинается воспаление, как бы, да, и различные заболевания происходят. Белков очень много в растительной пище, и в бобовых, и в орехах, ну там конечно жир есть, в большом количестве не надо их есть, вот, и есть и в авокадо, просто организму человека не нужно такое количество белка вообще, а растительный белок он легко усваивается, да, сейчас я не буду рассказывать, в какой пище он есть, можете посмотреть в интернете, как бы, либо другие мои видео посмотреть, поэтому вот исследование профессора Колина Кэмпбелла из кафедры пищевой биохимии в Соединенных Штатах Америки он проводил это исследование, индийские специалисты, европейские специалисты также проводят различные виды исследований, можно бесконечно о мясе говорить, вот, чем сейчас кормят животных, там, да, что мясо это вообще уже не мясо, скоро будет в магазине, непонятно, что это такое, что туда добавляют, какие стабилизаторы, изменения цвета, как бы, в чем его замачивают, то есть, это вообще, как мне помню, один врач рассказывал, когда в Африке работал, я тогда еще запомнил, человек очень сильно любил мясо, работал в одном, в одной из стран африканского, африканского континента, приходил на рынок, там полная антисанитария, вот этот кусок мяса там лежал, черного цвета, мухи полностью облепили, поэтому он черным был на рынке, он его что брал, покупал, что-то там в марганцовке замачивал, пару дней там, замораживал, размораживал, ну, то есть, там уже ничего не осталось, вот, лишь бы вот мясо это съесть, как бы, и человек, вот, да, понимает, что это вредно, как бы, да, но все равно хочется, то есть, это реально пищевая зависимость, многие думают, там, бросить пить, курить, отказаться от мяса и молока, это тоже очень серьезная вещь, это серьезная зависимость, поэтому это сложно сделать, пищевая зависимость, она существует, про мясо можно бесконечно говорить, и, естественно, люди, которые едят мясо, они всегда будут оговариваться, вы знаете, там, это все ерунда, там, будут искать какие-то там отговорки, вы знаете, вот, Всемирная Организация Здравоохранения не признает вегетарианцев там нормальными людьми, они все ненормальные, естественно, это нормально, вот, темные силы, они не дремлят, естественно, поэтому они вам будут рассказывать сказки про Белого Бычка, чтобы вас в сторону отводить от знаний, надо же сокращать население, надо, чтобы вы болели, надо, чтобы фармакология работала во всем мире, да, нужно, чтобы заработок был, поэтому все это взаимосвязано с друг с другом и так далее, особенно врачи, они вообще железобетонные, пробить невозможно, сам работал в этой системе, и когда с ними начинаешь разговаривать, бесполезно просто, они даже ничего объяснять не хотят, они просто упираются рогами в стену, и все, всегда надо за консервативный диалог. Итак, заканчиваю это видео, всем вам самого доброго, удачи, до свидания, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал.